Социальный интеллект лежит в основе эмоционального интеллекта. То есть, когда вы можете реконструировать ту ситуацию, в которой находится другой человек, вы можете понять, какие эмоции он чувствует. Что-то вы ощущаете естественным образом за счет зеркальных нервов, что-то вы реконструируете. Но для этого нужно иметь богатый навык этой социальной коммуникации. И если этот навык недостаточен, если его мало, то вы неизбежно будете чувствовать себя на каком-то эмоциональном плате. Недостаток общения, избыток информации. Я очень запомнил, меня в детстве сводили, все говорили, ребенку туда нельзя. У нее же было лет 12. Ребенку туда нельзя, а может 8, я не помню. Потому что фильм очень страшный. Боже, нельзя брать. В кино это вообще, чтобы тебя взяли чудо. Раз в полгода куда-то. И, в общем, короче говоря, как-то тихий сап. И была тетя, видимо, моя. Тетя была, женщина была, как это... И, нячь, ай, пустить! Вот, значит, и, значит, вот. Оказался, это был, понимаете, фильм «Тайна черных дроздов». Вот, вы не знаете, но это было такое советское кино, советские люди сделали детектив по британскому роману. Вот, там какие-то ходили такие люди, там, что-то, все. И время от времени валялись мертвые черные дрозды. Вот, что свидетельствует о том, что что-то пойдет не так. Вот, и в ужасе все находились, понимаете? Вот, ну, конечно, если, вы представляете, какая пик, да? То есть, меня, это мертвый дрозд, мне снилось потом. Дрозды мертвые, все, конец света! Вот, да, а сейчас, включишь телевизор, там, не то, что дрозды там, просто там вообще ни мзды, понимаете, ни видать. Все, один ужас сплошной. И, конечно, когда наша психика перетерпевает большое количество таких вот, как бы, внешних воздействий, которые мы не осознаем, потому что мы к ним привыкаем, нам очень сложно сохранить вот эту амплитуду собственных переживаний, потому что они слишком быстро взлетели на горку. Ну вот, поэтому я не думаю, что это болезнь. Я думаю, что это то, с чем нужно обязательно работать. Это то, на что нужно обращать внимание. Это тренировать социальную коммуникацию. Это тренировать эмоциональный интеллект в рамках этой социальной коммуникации, понимание другого человека, реконструкция его. Вот, это ограничение цифрового потребления. Вот, это разворачивание времени для того, чтобы у вас появлялись проекты, раздвинутые, я про это как раз в книжке писал, «Красная таблетка-2» и так далее. Вот, и вы вернете себе способность к чувствованиям, переживаниям, что, на мой взгляд, очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!